У нас есть 1 миллиард 250 миллионов рублей. У нас в руках СМИ. Мы сможем навязать фильм зрителя. 20-й век Фокс и Фонд Кино объединились. Польша, готовь оборону! Ай, нет, они просто фильм сняли. Но фильм не простой. Это новогодний фэнтезийный блокбастер. Так, мне нужно погрузить зрителя в сложные события с целой плеядой персонажей. Да так, чтобы зритель не запутался. Как же мне это сделать? Ха, текстом на экране! Поехали. Правильно, коронами стали. Продолжение следует... Продолжение следует... Новый автомобиль. Какой можете взять за 500 тысяч автомобилей? Солярисы. Они стоят 800-900. Печка есть, кондиционер есть, музыка, подогрев лбу. Стабилизация. Система противоотката. Ребята, а что еще надо? То, что русская, ну что? Тем более, говорят, куза, значит, сделайте цикровно. Ну, если она гнить не будет, то, в принципе, разумный выбор за разумные деньги. Артем, куда-то твой навигатор не туда ведет, я уже чиркаю. А он нет, он еще не доехал. Ну вы знаете, как я люблю подобный тип персонажа. Че, к вам ехал? Поворот, если как я еду. Все правильно. Субтитры сделал DimaTorzok Парни, погодите, тормозите, что-то случилось с машиной. Парни, погодите, тормозите, что-то случилось. Что значит что-то? Божественная Toyota сломалась? Че у нас там у нашего товарища на 3SGTF? Да, и божественная Toyota, видать, дала сбой. Что-то здесь не так. Что-то непонятно. А че происходит-то? Не знаю, сука, тяга внезапно почему-то пропала. Что происходит? Происходит непотребство. Рваные склейки, неадекватные переходы, нарушение всех возможных правил. Кто это монтировал? Но тут что-то вроде открутится. Да вроде крутится. Типа на холостых работают, а под нагрузкой... Да, че-то непонятно, слушай. Ну и с какой стороны подходить к этому 3SGTF? Ну свечи, бензин. Ну давай щас посмотрим. Бензин в баке есть? Так, владельцы Жигулей. Не нужен твой инструмент. Жигуля, по-любому есть инструмент. Как в Жигули без инструмента. Это ж не может быть такого. Тем более в поле, да? О, удобная полочка, кстати говоря. Машина проверена веками. Не проверялась веками. Ой, 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 у нас культурный канал. Ой, ой, ой. Вот она, падла. Не работает. Не работает. Воняет, слушай. Слушай, воняет. Ой. Но у меня есть запасная. Подниму запасная. Вот должно говорить громче. Ну так. Вот это, наверное. Всегда с собой вози запасные запчасти. Временью хорошо проверять, да, но не слишком долго. А ну да, время как бы лечит. Но не машина, да. Это эти техники. Так, что попробуем? Пробуем. Ровненько с радуга. С дорогу всем, кто смотрит мой блог. Сегодня я вам расскажу. Машина за полмиллиона рублей. Какой она может быть? Она может быть современной, а может быть не очень. Мне, честно сказать, не нравится, как делают современные автомобили. Поэтому мой выбор в пользу автомобилей от того времени, когда еще автомобили делали для людей, а не для рынка. Где не пичкали всякой сложной электроникой. Где машину делали инженеры, а не маркетологи. Где не экономили на всем подряд. Это старое ведро. Что ж, вместе с этим автомобилем я хочу вспомнить то золотое время, когда двигатели машин были созданы для того, чтобы уничтожать озоновый слой с особой злостью и весельем. Да, в этой машине много чего нет. Из-за того, что есть в современном автомобиле. Там ни навигации, ни блютуз телефона, ничего подобного. Но в ней есть все, что необходимо. То есть, есть климат-контроль, есть четыре подушки безопасности. То есть, в плане безопасности машины, это еще на уровне. Дим, что-то у нас по затерке не едут. Наверное, тебе придется ехать первым. Это ты мне предлагаешь здесь вот объехать, да? Ну, да. Сейчас что-нибудь придумаю. Она имеет мощный двигатель, полный привод и механическую коробку передач с дифференциалами повышенного трения. Все тут можно, все работает, как часы, потому что никакой электроники, одна механика. Вообще вся машина такая же убойная и надежная. Трудно представить, что эту машину сделали те же люди, что и музей фекалий. Поэтому выбор пал в сторону японца, праворульного и тех лет, когда машину еще делали очень надежными. Даже несмотря на возраст, у нее еще ресурс есть. пришлось нам строй поменять. Я теперь иду в конце колонны на позорном третьем месте, но... это тактика. Экономный заряд. Вот вам переди привод. Так, а мне что, сюда же надо долить? Вот если бы ты знал, что ты так сделаешь Я бы с другой стороны встал А я не знал, что так получится Вот так вот Мастер параллельный В общем, дорогие друзья Пускаем полный привод Потому что передний привод По виду весты вы поняли, что особо не затащил Так что посмотрим полный привод наших сел У нас он есть Божественный Toyota Да, сейчас посмотрим, насколько сможет передний привод пройти Кстати, машина самая низкая Из всех представлю бы Поэтому Халдин на самый низкий Ну что, надо догонять Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Свистит, свистит, свисток Дим, такой кадр был хороший Мне кажется, он нас не слышит Идея, с Toyota посадили Я говорил, надо было вайфики брать Ой! Ну что, Toyota Божественная Сапожки Сапожки Отлично Так, ситуация у нас эпичная Toyota едет первая, везде застревает Японское ведро с болтами Чинится ключами от весты Короче говоря, вообще Дим, а дорога вот здесь Че тут в поле поехало? Блин, да че тут знаешь это? Машинка старенькая Системы стабилизации нету Да Рулит Рулит сама, да Вот нормальные пацаны Так ездят По дороге А 3L GTE ездит Куда-то туда А накачка вообще? Да я заметил Поэтому по клубу этого снега Который у нас тут вылетел Но она валит просто сильно Наверное, да Ладно, запрыгивай Сейчас лопатки Да Как никогда друг другу помогаем Лопата Лопата наше все Я им дам сейчас еще и ездить Пойдем посмотрим с другой С другой стороны? Как он там? Да Сейчас будем прыгать еще Так что полный привод может и затаскивать только в этот В умелых руках Надо было чай взять, столик Сейчас вот это расстелились Сдается мне Мы тут заночуем Сейчас Артем, вон видишь Веста стоит Да Вот, открываешь багажник Там два стула Мы же не будем ему помогать копать Не будем, конечно Пойдем, два стула достанем В контексте диалогов Авторы тоже захотели в Marvel Но вы знаете Эти фирменные перепалки Которые должны ярче раскрыть персонажей Ничего не понимают Качественно Вот все говорят Мы ездим по лайтовому снегу Все говорят Вон тот говорит Что мы по лайтовому снегу Я вот наступил Сейчас я подожду Покажу Наступил Ребят, ну это здесь по колено Ну гляньте Говорят по лайтовому безоружу ездим Нифига подобного Я сейчас тебя научу Там берешь это Колеса стравливаешь Что там еще В раскачечку В раскачечку Давай, сейчас Это Вот Так, это моя Ну мышка Этот Пойди, я сейчас еще там штатив поставлю Ой, мы как самый главный помощник Ну сейчас пойдем Что нам вопрос Да, пойдем пересядем Как у меня Ха-ха-ха Да он вообще вывесился Глянь А сними только Лесо буксует Левое, переднее Буксует Ну что, диагоналка классическая Постоянный полукривод Диагональный Погоди, ну у тебя же сзади блокировка А буксует два колеса, да? Не, одно Одно кольцо Ну по диагонали В смысле, как одно Ну два По диагонали Одно переднее Одно заднее Это значит Копать еще Ха-ха-ха-ха Ну что Дорогой наш зритель Вот так вот Горе от ума называется Полный привод Первый Зимой думаем За ним проедем Ну мы проехали буквально метров десять И все Наши унтен Две стоят Нормальненько А это на буст вышло И короче мимо этого Мимо дороги проехало Вот все Не, ну это опытный Это с собой Копатель Смотри Высший владелец УАЗа Везде найдет Где посадить машину Так вот Трамбовал Ну он сказал сразу Говорит Трос есть Ну посмотрим А дергать чем? Весты Весты Да А ну да Кстати Все 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 логично У меня динамичка Не нужно дергать Дергать Главное мысль вам там Не надергались Ну ладно Сначала своим Своим ходом Наверное Выедет Надо попробовать Куда я снимаю Я в психику знаю В инстаграм Охренительный кадр Это на боку Вон там машина Переднеприемная Стоит Лопата еще Вы неправильно Смонтировали Эта сцена Должна быть позже Смотри Домик из спичек Охренительно А фильм то где? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok